В Новокабановский сельсовет поездка началась с посещения деревни Кузгова. Там обсудили с главой поселения и старостой строительство вышки сотовой связи, системы водоснабжения и возможность открытия нового ФАПа. Данный объект полностью введен в Министерство здравоохранения. Мы со своей стороны, когда они модульный ФАП, уже делают, уже тоже вкладываем свои средства, но это в основном подключение электрохозяйства, других каких-то моментов, решения за ними. Мы со своей стороны заявку тоже отправляли. Поэтому сейчас надо активность жителей. На данный момент ФАП расположен в небольшом деревянном домике. И пока вопрос со строительством открыт, необходимо акцентировать внимание на создание комфортных условий пациентам, отметил глава районной администрации. В завершении Алексей Горбачев поблагодарил фельдшера за работу. Вы, Алексей Горбачев, как раз выполняете те функции, которые люди ждут. У вас единственный здесь практически социальный объект, который востребован населением. Люди пожилые, так ведь в основном, обращаются с разными просьбами. У вас здесь и интернет есть, и сами приезжаете, находите время. Поэтому большое вам спасибо. Мы вас будем поддерживать. Ремонт, если надо, будем проведем. В Новокабаново особое внимание уделили посещению детского сада и школы-интерната. На социальных объектах активно реализуется проект «Реальные дела». В школе заменили часть ограждения полисадника. К началу учебного года работы будут завершены. Также обсудили ремонт входной группы административного здания, где расположены социальные объекты. Текущий ремонт надо сделать. Двери тоже вот эти вот давайте покрасим. На улице Южная жители вышли, чтобы не просить, а поблагодарить за уже проделанную работу, за реализацию программы по газификации и строительству дороги. Помню, что дорога сделана, вот провели и свет. Так и все, это хорошо было. То есть вот в плановом порядке то, что было сделано, дорога, свет и водовод. Водовод – большое дело, да? Газопровод еще провели. Это самое хорошее. Ну это хорошо, что вот как раз… Сейчас газом топим? Да, сейчас прекрасно. Ну разница… Вообще все подключились, нет? Или по-настоящему? Жилые дома, да. Какие-то будут вопросы с Решат Фаритовичем, если надо, администрация района подключится. Ладно, вам всего доброго, удачи. На предприятии ООО «Автомаркет» Алексей Горбачев обсудил с руководством планы дальнейшего сотрудничества и меры поддержки со стороны муниципалитета. В плане рабочих поездок также посещение аграриев. Глава районной администрации ознакомился с деятельностью сельскохозяйственных предприятий СПК «Агрофирма Кама» и КФХ «Каюмов». В целом, в общем, у вас из года в год поголовье, особенно лошадей, растет, да? Да, растет, да. В прошлом году, по-моему, где-то было 500, что ли, он... Крис тоже растет. Крис тоже растет. Подсосы и только. Идой, да. Ну, реализация лошадей, вы же держите и на реализацию, мясо и так далее, да? Кумыс, по-моему, пока не делаете. Нет, пока нет. Поговорили о текущих задачах и проблемах, рассмотрели возможности их развития и поддержки со стороны администрации района. Такой же продуктивной была поездка и в Саузбашевский сельсовет. Здесь глава встретился с фермером и обговорили варианты выделения земельных участков. Также Алексей Горбачев лично увидел, как восстанавливается новым инвестором ранее заброшенная ферма. Да, электрику сделали, ну, в столбе лэп уже поставили, как видите, освещение по территории, освещение как бы внутри всех блоков, вентиляцию сделали. Ну, это большой объем работы. Какой еще? Ну, в принципе, учитывая то, что в каком состоянии это все было, оно, конечно, это уже большой, так скажем, прогресс. Шаг. Шаг реальный. Аграрный комплекс Прикамья возводит молочную ферму на 3800 коров. Стоимость проекта почти 3 миллиарда рублей. Естественно, это и налоговые поступления в бюджет и рабочие места, а для приезжих специалистов предусмотрено общежитие. Что хочется отметить, это новая, можно сказать, база определенная, конечно, была, но тот формат, который сейчас будет работать Прикамья, он требует большего числа и специалистов высокого уровня, то есть с высшим образованием, и специалистов обслуживающего уровня, то, соответственно, будут привлекаться новые специалисты, которые будут уже здесь размещаться. Ну, в дальнейшем, там же они сами будут решать, но, по крайней мере, вот эти условия прекрасны для того, чтобы жить. Глава администрации района также посетил социально значимые объекты сельского поселения. Совместно с главой поселения обсудили вопросы ремонта дорог и системы водоснабжения в селе Соклово, газификацию социальных объектов. Ведется большая работа по газификации. У нас все населенные пункты газифицированы, остались только социальные объекты. Вот ведутся работы по теплотрассе, строим котельную в Саузбаши, там будут проводиться газификации в школу, сельский дом культуры и администрация сельского поселения. Работы тоже идут. Ведется работа по уличному освещению. У нас все населенные пункты освещены так-то, но мы начали уже менять лампы на энергосберегающие светодиодные. Вот села Соклово по улице Дорожная заменили вот недавно 24 лампы и в дальнейшем будем заниматься заменой ламп. В Саузово по проекту «Реальные дела» планируется строительство обелиска участникам Великой Отечественной войны. Глава администрации района поблагодарил старосту деревни Ильдуса Фарухшина, который также является имамом Хатибом и депутатом фракции «Единая Россия» за активность и яркий пример для земляков. Именно по его инициативе в деревне была построена мечеть. Самое главное – занимается производством КФХ, то есть и налогообложение вкладывает в сельский совет, и так помогает, и реально работает, и показывает примеры другим жителям сельского совета. Поэтому будем на связи, Эльзахьяровна рядом. Если какие-то вопросы будут, то будем вместе решать. Также глава посетил мечеть в Соклово и пообщался с фермером Ильдусом Хайреддиновым из Саузбаша. Помимо животноводства и растеневодства, он активный участник проекта «Тайсал». Помогает населению с вывозом мусора, чисткой снега и так далее. В апреле месяце сделали комплексный план по каждому сельскому поселению, по Саузбашевскому тоже. То есть, чтобы в плановом порядке, когда, как в отечественную историю у нас было в советское время, чтобы по плану все шло. Так точно, это правильное движение. Вот это движение мы с Эльзахьяровной сделали, она уже работу проводит по этому плану. Сейчас вот выезжаем на месте, здесь два заместителя, это вот как раз по предпринимательству Юлия Азатовна. Если еще не знакомы, познакомитесь, не знакомы, наверное, еще. Нет, нет. Вот, специально как раз, чтобы познакомились на местах. Там же, в Саузбаши, глава района пообщался с предпринимателем Рустамом Файзулиным, который выкупил старое здание под пекарню. Планируется реализовывать населению разные сорта хлеба и различные блюда из печи. В целом, в ходе поездки обсудили с активом деревень и главами сельских поселений насущные вопросы и проблемы, наметили планы их пути реализации, чтобы совместными усилиями создать более комфортные условия для жителей. Продолжение следует...